МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в Барнауле пройдет фестиваль уличного кино. Вы смотрите наши новости в студии. Татьяна Голубева, здравствуйте. Автопробег и митинг против роста цен на бензин пройдут сегодня в краевой столице. Общественники и активисты края будут требовать реальной цены на топливо. Автопробег начнется в 6 вечера. Колонна машин с плакатами против роста цен проедет через весь город. От Павловского тракта через Объездную до Площади Свободы. Принять участие может любой автомобилист. А в 7 часов пройдет сам митинг. Каждый может высказать свою позицию по поводу завышенных цен на топливо. Митинг добиться снижения стоимости ГСМ до реальных цен в пределах 92-95, в районе 20 рублей. Напомним, волну негодования у россиян вызвал стремительный рост цен на топливо. За последние несколько месяцев только в Алтайском крае цена выросла минимум на 3 рубля, а на некоторых АЗС и вовсе на 5. Правда, за последние пару недель стоимость топлива стабилизировалась, но общественники не намерены останавливаться и продолжат борьбу за реальную цену бензина и дизельного топлива. К слову, подобные мероприятия сейчас проходят по всей России. В дело об удержании пенсионерки в Барнаульском автобусе вмешался председатель Следственного комитета России. Сообщает Политсибру о самых заметных новостях от сибирской медиагруппы. По традиции, в кратком обзоре. Ранее наш телеканал рассказал о том, что кондуктор и водитель пассажирского автобуса в Барнауле в течение часа удерживали 77-летнюю женщину в салоне общественного транспорта. Пенсионерка забыла взять деньги за проезд и пенсионное удостоверение, но при этом проездной женщина предоставила. В итоге, по данному факту, региональный СУСК начал доследственную проверку. А накануне председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело о незаконном удержании пенсионерки в автобусе. Это значит, что юридическая оценка будет дана не только действием водителя и кондуктора, но и руководством транспортной компании. Квоты на трудоустройство людей с инвалидностью могут увеличить в регионе, пишет бейский рабочий. Решение об этом депутаты края должны принять на сессии Заксобрания, которая проходит в данный момент. Обсуждаемый законопроект снижает требования к численности работников предприятий, которые обязаны трудоустроить инвалидов. Если прежде речь шла о штате сотрудников в 100 человек, то теперь в 35. Отметим, по итогам прошлого года в крае трудоустроено 24% инвалидов трудоспособного возраста. К 2020 работой нужно обеспечить не меньше 50%. Для этого ежегодно необходимо трудоустраивать около 5,5 тысяч инвалидов. Алтайский край готовится к проведению года театра, информирует газета «Комсомольская правда Барнаул». Указом президента России 2019-й объявлен годом театра. В связи с этим в регионе проведут целый ряд тематических мероприятий, в том числе новых творческих проектов. Среди них фестиваль показ спектаклей известных российских театров по произведениям Василия Шукшина в Краевом театре драмы и фестиваль кукольных театров. Известно также, что торжественное открытие нового здания театра кукол «Сказка» могут включить в федеральный план мероприятий года театра. В Крае его официально объявят 27 марта 2019 года. Елена Макаренко, Наши новости. Утро в Барнауле сегодня началось с большой пробки. Причина – дорожная авария. На Зминогорском тракте столкнулись фура и две легковушки. По словам очевидцев, грузовик летел на красный свет. Водитель при этом сигналил, чтобы его пропустили. В результате столкновения сразу с двумя легковыми автомобилями. Один из них залетел прямо под прицеп фура. Участники ДТП не пострадали, а делались легким испугом. А выдвижение по тракту было практически заблокировано. Уровень затора достигал 9 баллов. Скорость не превышала 5 км в час. Повредил окна и двери одного из жилых домов. Накануне на пересечении улицы Молодежной проспекта Ленина из-под земли забил фонтан, который достигал нескольких метров высоту. Как нам рассказали, правда, не на камеру. Сотрудники аптеки, расположенные на первом этаже дома и принявшие на себя основной удар, пострадавшие среди сотрудников и посетителей, не было. Однако, по их словам, напор воды был настолько сильным, что поднимал воздух, тротуарную плитку и камни. Имущество аптеки причинено значительный ущерб. Сибирские генерирующие компании подтвердили, что авария произошла из-за порыва трубы в ходе опрессовки. Там же сообщили, что сети в этом месте отремонтируют до 11 июля. Обещают привести в порядок тротуар. В крае завершилась работа летней школы для юных географов. В этом году на озере Красиловском она проходила в пятый раз. К юбилею школы организаторы подготовили насыщенную образовательную программу. Чем она особенная и каким настроем школьники сели за парту в жару, знает Илья Кочетков. Жара под 40, но в беседке на берегу озера полно народа. Несколько десятков школьников со всего края, а также их учителя-географы, слушают лекцию о том, как сформировались горы и равнины Алтайского края. Летняя школа – проект Алтайского отделения Русского географического общества. Место выбрано не случайно. Здесь ландшафт весьма разнообразен. Лес, озера, болото, реки. В доисторические времена, узнали ребята, на месте озера Красиловское протекал приток реки Бобровки. Природа сама сделала плотину, взяла ветер, взяла песок, передула его с места на место, получилась плотина. А поскольку стоп прекратился активный, то вот эта вот долина реки стала потихоньку заполняться водой. И образовалось наше Красиловское озеро. Как это происходило, отчасти можно узнать, построив рельеф местности. Делают это по старинке. Транспортир, нитка с грузом, карандаш, блокнот. Словно настоящие полевые исследования. Ребята, которые приезжают к нам на летнюю школу, они нацелены на то, чтобы в будущем, если они планируют связать свою жизнь с географией, они были настоящими исследователями, путешественниками и стремились к полевым именно выездам. Небо над озером ясное, но поднявшийся ветер уже говорит о приближении холодного фронта. Почему после жары порой приходит гроза? Как по форме облаков определить изменения погоды? Этому и многому другому учит климатология. Случайных людей среди участников школы нет. Екатерина Молодецкая в будущем планирует заняться установкой ветряных генераторов. И для нее такие знания уже сейчас необходимость. Так надо же знать, где дуют сильные ветра, где розы ветров, где дуют фены с моря. Надо же об этом знать, а не просто рандомно ставить. Почти за пять дней плотной работы ребята, а также их учителя получили знания по геоморфологии, климатологии, почвоведению, а также основам выживания в дикой природе. Следующую школу географы планируют провести здесь же, ровно через год. Илья Кчетков при участии Екатерины Молодецкой и Романа Роскошного. Наши новости. Барнаульцы сегодня смогут посмотреть лучшие короткометражные фильмы, снятые молодыми российскими режиссерами за последний год. Показ пройдет под открытым небом. Барнаул станет одним из более тысячи городов мира, присоединившихся ко Всемирному фестивалю уличного кино. Мероприятие пройдет на открытой площадке парка спорта Алексея Смертина. По словам организаторов, зрители смогут проголосовать, посвятив на понравившуюся работу фонариком или телефоном. По итогам такого народного голосования к осени будут выбраны победители. В Барнауле открытие и показ состоится сегодня в 8 вечера. Вход свободный. В завершении выпуска о погоде спонсор прогноз погоды компании «Эвалар». Когда беспокоит сердце, повышены давление, холестерин и сахар в крови. Принимайте лекарства «Кардиоактив Таурин». «Кардиоактив Таурин» от компании «Эвалар». На большей территории края дождей и грозы Валейские и Колунде 26, Вышиналя 27 в Белокуре, Хибийске и Рубцовске. В Барнауле возможны дождь и гроза, северо-западный паровистый ветер и 25 со знаком «плюс». Телефон редакции в Барнауле 722-440. Полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи.